Я такой тупой. Я ненавижу себя. О чем я думал? Я идиот. Поднимите руку, если вы хоть раз так унижали себя. У меня было. Первая саморазрушительная привычка, которую нужно разрушить, перестаньте слушать голоса в своей голове. Это естественно иметь негативные мысли. Исследование 2005 года, проведенное Национальной научной федерацией, показало, что у вас возникает за сутки от 12 до 60 тысяч мыслей. И у большинства людей 80% мыслей негативные. Но эти мысли, они у вас в голове, а не в реальности. Вторая саморазрушающая штука, друзья, перестаньте быть одержимыми шестью кубиками. Позвольте объяснить, я ничего не имею против и уважаю бодибилдеров и парней, которые хотят так выглядеть. Но большинство парней отождествляют такой внешний вид с хорошим здоровьем. Я считаю, что нам, мужчинам, нужна сила, гибкость, выносливость. Мое мнение, господа, саморазрушительно сосредотачиваться на внешнем виде. Вместо этого следуйте за результатом. Увеличивайте свою силу, приседания, тягу, пробегайте быстрее 3 километра, фокусируйтесь на результате, не на внешнем виде. Следующая саморазрушительная вещь – плохие привычки, которые ведут к плохому распорядку дня. Знали вы или нет, привычки и распорядок уже есть в вашей жизни. Ваши привычки, ваши действия, которые вы совершаете, даже не задумываясь. Например, вы обуваете сперва правый ботинок, затем левый. Распорядок с другой стороны – это серия привычек, которые происходят в установленном порядке. Если задуматься, то наша жизнь состоит из привычек и распорядка. Привычки и распорядок, которые у вас есть, определяют ваш результат, вашу жизнь. Поэтому не стоит резко менять все привычки, вам нужно развивать ритуалы. Поговорим об уходе за кожей. У вас есть утренний ритуал? Что насчет меня? Я начинаю с увлажнения лица. Далее я использую средства для умывания. Массирую лицо около минуты. Затем я снова омываю лицо теплой водой. Затем я использую скраб и в течение минуты я массирую лицо кругообразными движениями. Затем вытираю лицо и использую антивозрастной крем. Следующая саморазрушающая штука, которую совершают многие парни, всегда надеются на большие риски. Во многих случаях лучше забить один гол, второй и попробовать третий. Это приведет к победе в игре. Саморазрушительность здесь то, что парни идут на безрассудные риски, совершают действия, которые купятся с очень малой вероятностью. Здесь такая же разница, как между выигрышем в лотерею и инвестированием на биржевом рынке. Если вы будете тратить 20 баксов в день на покупку лотерейного билета, да, вы можете выиграть 100 миллионов, но вероятность ничтожна. И для контраста менее привлекательный путь вкладывать 20 долларов в течение 20 лет в биржу. Нет, вы не получите 100 миллионов долларов в 40 лет, но достаточно вероятно вы заработаете миллион. Победы поменьше со временем перевесят, тот большой выигрыш. Следующая саморазрушающая привычка, которую нужно выбросить в окно – слушать непрошенные советы. И это становится хуже и хуже в мире интернета. Вы, наверное, замечали, как любой, кто выложит противоречивый пост в Инстаграме или Фейсбуке, получает безграничный поток комментариев людей, которые делятся непрошенным мнением. Но дело в том, что среди них есть ценные советы и не очень, и последних большинство. Живите своими действиями и своими решениями, и получайте мнение, идеи от людей, кого вы уважаете. Слышали ли вы цитату «Сравнение – это смерть радости». И это приводит нас к следующей саморазрушающей вещи. Большинство парней сравнивают себя с кем-то другим. Кого не знают – не очень хорошо. Они смотрят на онлайн-профиль или человека в городе. «Мужик, посмотри, что у него есть. Мы одного возраста, мы даже учились в одной школе. Я не очень хорошо его знаю, но посмотри на его жену, она великолепна. Хотел бы я, чтобы у меня была такая». Вы не знаете того пути, который прошел этот человек. Поймите, что, сравнивая, если вы всегда думаете, что трава зеленее у соседей, вы не будете счастливы. Узнаете хорошо человека, и тогда вы начнете понимать, что он такой же человек, как и вы. И когда вы поймете, что мы одинаковые, что мы все страдаем, мы все разочаровываемся после неудач от проблем в отношениях, от разочаровывающих людей, тогда вы поймете «Эй, я счастлив, что у меня есть моя жизнь. Я перестану сравнивать себя, и я буду жить свою жизнь для себя и для того, что важно». Следующая саморазрушающая вещь для большинства парней – вы переживаете о том, что думают о вас чужие люди, особенно девушки. Я сам выкладывал несколько видео о том, как быть привлекательнее. Но если вы посмотрите эти видео, я всегда говорю о силе уверенности. Силе знания, кто вы есть и чего вы придерживаетесь – в этом секрет. Когда вы поймете, что большинству людей до вас нет дела, они слишком озабочены своими проблемами, своей безопасностью. В любом случае до вас дойдет, что мы очень похожи. Вы знаете, что вы не идеальны. Нет, вы хорошие. Вы постоянно боретесь за то, чтобы стать лучшим мужчиной, которым вы можете быть. И единственный человек, кого вы хотите впечатлить – это вы сами. Каждый день вы должны работать, вы должны стараться стать лучше, чем вы были вчера. Следующее очень важно – перестаньте жить в прошлом. Мы думаем о своем прошлом в таком ключе. Мужик, если бы я был умнее, если бы принял лучшее решение… Я потерял сестру почти десять лет назад, и я думал… Господи, если бы я позвонил ей той ночью, когда решил принять то идиотское решение, когда мы потеряли ее… Что, если бы больше говорил ей, что люблю ее, смог бы я это изменить? Это вас убивает. Вы не можете исправить свои прошлые ошибки. Сосредоточьтесь на том, что нужно изменить и улучшить в будущем, а не прошлом, где ничего не исправишь. Следующая саморазрушающая привычка, в которой я повинен быть парнем, у которого есть все ответы. Если вы умный парень, у вас есть все ответы – да, вы умны. Но вы гений, если вы задаете вопросы, общаетесь с людьми. Если вы будете хорошим слушателем, когда вы будете слушать людей по-настоящему, без осуждений, просто принимая их такими, какие они есть, уделять им время, они будут вас обожать. Если вы хотите блеснуть, если хотите произвести впечатление на них, задайте хороший вопрос. Оу, а почему ты это делаешь? Какие шаги ты предпринимаешь? Не говорите им, что делать. Когда они сами придут к реализации, чего хотят? Ну, вы можете поделиться с ними ответами. Но, когда понимание придет к ним само, это будет магия. Недавно я смотрел видео, как парни подходили с микрофоном к людям и говорили «Не говори ничего и выиграй 5 долларов». И большинство людей начинали говорить «Что вы имеете в виду? 5 долларов? Каковы правила?» И они тут же проигрывали. Им говорили «Не говори ничего и выиграй 5 долларов». Люди начинали говорить бездумно, и это все сводит на нет. Вы саботировали себя так много раз во время общения. Вы говорили что-то глупое, говорили то, что оскорбляло людей, потому что вы не подумали перед тем, как что-то сказать. Одна из моих любимых поговорок в детстве «Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения». Слушайте людей и дайте себе время на ответ. Друзья, если вы теряете самообладание, удалитесь из разговора. Не говорите «Я ненавижу тебя, больше не хочу тебя видеть, ты идиот, ты тупой». Знаете почему? Потому что вы не сможете забрать слова назад, и это может разрушить отношения. Друзья, сначала подумайте, затем говорите. Один из моих любимых философов, кстати, напишите в комментариях, кто это, если узнаете его цитату. «Обыкновенная комната может оказаться для человека тюрьмой, если дверь в этой комнате открывается вовнутрь, а человек не догадывается потянуть ее на себя». Одна из самых саморазрушающих привычек, которые я наблюдаю у парней, они отказываются расширить свое мировоззрение. Так много парней страдает этой саморазрушающей привычкой быть слишком упрямыми, чтобы менять что-то в своей голове. Они быстрее утонут с кораблем, чем поймут, что на спасательной шлюпке есть место. Ограниченные убеждения сдерживают нас. Знаю по себе, изучение языков, качаться в зале. Эти вещи не для тебя, Антонио. Но что, если вы начнете преодолевать это? Опять же, шаг за шагом. И вы поймете, что просто неправильно изучали язык. Я могу учить его. Я могу прийти в отличную форму. С такого рода вещами вам нужно бороться. У меня только одна жизнь, где я думаю неправильно. Потому что наши убеждения формируют наши жизни. Какое видео посмотреть следующим? Как насчет этого? 10 ошибок, которые совершают парни в возрасте, чтобы выглядеть моложе. Или что насчет ошибок в уходе за кожей? 7 ошибок по уходу за кожей, которые совершает большинство мужчин. Господа, на все эти видео я оставлю ссылки в описании.